Сегодня у нас две темы. Первая это работа с деталью, а вторая это преодоление писательского затыка. Темы, они разнятся между собой, то есть одна не вытекает логично из следующей, поэтому мы так разберем работу с деталью и потом, если возникнет необходимость разобрать преодоление писательского затыка, продолжим это на следующем занятии. На мой взгляд, тема очень обширная и прямо надо давать четкие методики, как и каким образом это преодолевать. Если будет что-то плохо с экрана, обидно говорить мне. Начнем, как обычно, с планом. Сначала разберем примеры деталей, то есть поговорим о том, что такое деталь, как она может употребляться в повествовании. Затем разберем 10 правил для создания хорошего, запоминающегося эпизода. Потом я подготовил для вас анкету. Эта анкета как раз таки поможет определить, что именно вас сдерживает в процессе работы. И после этого мы разберем результаты анкеты и поговорим о том, основываясь как бы на каждом из полученных результатов, как действовать таким образом, чтобы с этими стражами порога договориться и войти в состояние потока. Состояние потока это как раз таки состояние творчества. Дальше будет домашнее задание. Вот. И начнем мы с того, что такое деталь. Я помню еще, когда я ходил на курсы театрального мастерства, нам режиссер объяснял, что такое деталь. И он это делал следующим образом. Деталь. Это какой-то момент в вашем повествовании, который раскрывается на уровне контекста. Здравствуйте. Что тут было? Здравствуйте. А я вот уже удивился. Ну, наверное, сейчас. Причем не. Все почувствовали первые теплые деньки. Решил, что как-нибудь на неделе потом послушаюсь или посмотрим занятия. Вот. В общем, деталь. Это то, что может раскрыть очень многое на уровне контекста. Знакомо с таким понятием, как триггер. Да. Да. Все, я так понимаю, знают. Триггер это определенный крючок, который срабатывает и выдергивает из контекста определенный объем информации. Вот. Я думаю, то, что детали триггер в определенном смысле синонимичны. Можете записать себе определение детали. Я его прямо так подробно разворачивать не буду. Определение из Википедии. Поэтому, если вот нужно для себя зафиксировать, думаю, стоит это сделать. А дальше у нас будут примеры. И вот конкретно на примерах гораздо проще будет понять, что же такое деталь и как она работает. Если неудобно сканировать, я в общий чат закинул все ссылки с названиями. Поэтому можно просто туда зайти и скопировать ссылку. Я уверен, что многие из этих примеров вам также встречались. Ну, возможно, какие-то из них вы услышите впервые. Поговорим о том, как деталь может в рамках одного предложения раскрывать контекст. И начнем с истории про Хемингуэя. Он однажды заключил спор, что напишет рассказ, состоящий из четырех слов, способный растрогать любого читателя. И вот что он написал. Продаются детские ботиночки. Не ношенные. То есть понятно, здесь в рамках одного предложения раскрывается очень глубокий подтекст. Фредрик Браун сочнил кратчайшую историю ужасов из когда-либо написанных. Последний человек на земле сидел в комнате. В дверь постучались. Ну, здесь, скорее всего, закладывается определенная интрига. Американский писатель О. Генри выиграл конкурс на самый короткий рассказ, который имеет все составляющие традиционного рассказа. Завязку, кульминацию и развязку. Шофер закурил и нагнулся над бензобаком. Посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было 23 года. Ну, тоже очень хорошо. То есть, все лишнее отсюда вырезано. Это тоже можно использовать как литературный прием. Вот еще один фрагмент. Я проснулся от жесткой боли во всем теле. Открыл глаза и увидел медсестру, стоящую у моей койки. Мистер Фуджима, сказала она, вам повезло. Вам удалось выжить после бомбардировки Хиросимы два дня назад. Но теперь вы в госпитале, вам больше ничего не угрожает. Чуть живой от слабости я спросил. Где я? В Нагасаки, ответила она. Ну, здесь мы понимаем контекст. Как бы и за счет этого работает деталь. Говорят, зло не имеет лица. Действительно, на его лице не отражалось никаких чувств. Ни проблеска, сочувствие не было в нем. А ведь боль была просто невыносимая. Разве он не видит ужас в моих глазах и панику в моем лице? Он спокойно, можно сказать, профессионально выполнял свою грязную работу. А в конце у Читила сказал, проплощите рот, пожалуйста. Ну, это здесь как раз. Про зубного врача? Да, это просто Матолога. Я одно время столкнулся с целой подборкой таких текстов. По-моему, даже мебы такие были. Про пельмени я запомнил, как их разваренные тела бултыхались в мутном мареве. А потом я взял черпак и налил себе пельменей. А, это называется по-моему контрастом. Да. То есть, я бы даже сказал, что здесь не столько контраст, сколько интрига. В конце, ну, вот какой-нибудь стрим смотришь, комик, да, там, сначала одно, а в конце неожиданно что-то совершенно другое. И у тебя срабатывает эффект контраста просто. Ага. То есть, когда переворачивается восприятие, сначала по одному подают, а потом... Он рассказывает про пельмени, то есть, сначала это разваренная тела, и вот это всё, а в конце это пельмени. Понятно. В университете мы просто протирали штаны, сказал Дженнис, вымывая грязные руки. После всех этих сокращений бюджета, они многому вас не научат. Просто ставили оценки, и всё шло своим чередом. Так, как же вы учились? А, так не учились. А мы не учились. Впрочем, можешь посмотреть, как я работаю. Медсестра открыла кабинет. Доктор Дженкинс, вы нужны в операционной. То есть, понятно, это такие коротенькие вещи, которые помогают нам понять, что с помощью деталей мы можем показать и раскрыть для читателя гораздо больше, чем если бы мы использовали подробные, последовательные описания. То есть, в данном случае детали имеются в виду, например, отношения в последнем фрагменте. Это не какая-то деталь, в смысле, одежда, серьга, например. Да. А именно вот что-то такое. Да. То есть, это что угодно может быть. Допустим, в данном случае доктор Дженкин вы нужны в операционной. Это как раз тот самый крючок, который помогает нам вытащить для себя весь контекст данной ситуации. Ну, как сказать, какой-то кусок повествования идет, и вот такой вот финал, допустим, применения, это та деталь, которая тебе дает другой смысл. Просто, получается, как, для меня же ситуацию надо сначала спромоделивать ее, вот как полностью создать, а потом ты берешь ее, как будто в оберточку заворачиваешь, и, видимо, деталь это вот что-то, что эту оберточку развернет. Да, вроде того. Если речь идет о персонаже, то деталью в данном случае может быть какой-то элемент его поведения или повествование, который раскрывает его характеристики на контексте. Деталь это то, что не нужно объяснять. То есть, это какие-то такие архетипические моменты. Ну, допустим, если мы скажем, что на мужчине был котелок и тонкие усики, то это деталь, которая нас мгновенно перекинет к какой-то такой английской атмосфере. Или чайку. Ну, да. То есть, суть в том, что она должна быть... Емкая. Для произведения именно. То есть, если мы описываем вот нашу среду, можно к любому вот нашему, там, ну, как мему в его изначальном значении, да, понятию отсылаться. Да. А если мы описываем какую-то вымышленную среду, то надо либо это прописать как-то изначально, в контекст, в котором ты ссылаешься, либо он, ну, должен быть естественным. Ну, вообще, кстати, если у нас речь идет о вымышленной среде, то следует помнить, что в любой вымышленной среде действуют реальные психологические законы. И поэтому мы не можем изобрести что-то принципиально новое, с чем читатель вообще не знаком. Но с этим не согласиться, оно не зайдет. Да, мы можем просто собрать какой-то коллаж и поддать это вот тем соусом, что вот, собственно, этот коллаж и есть тот мир, в рамках которого будет разворачиваться событие. Но в любом случае... Короче, должно быть что-то большим к чему ты отсылаешься и что-то маленькое, что отсылает к этому большому. Именно так. То есть, деталь это вот такая кнопочка, на которую читатель нажимает в процессе прочтения текста и перед ним разворачивается экранчик. Продолжение следует...